Добрый день! Сегодня у нас очередной обзор на классические кроссовки от фирмы Reebok. Это переиздание. Получается из 90-х. Модель сама называется Reebok Soul Trainer. Такая вот здесь коробка. Интересное такое решение. Она вот так вот выдвигается. Здесь подмялось немножко. Сейчас вам покажу. Вот так вот выдвигается. Довольно-таки интересно сделано. Так. С моделью идут дополнительные шнурки такого цвета. Темно-синий. Синий-фиолетовый какой-то. Такой непонятный. Сами кроссовки, как я сказал, из 90-х. Модель очень грамотно сделана. Переиздание получается. Сейчас я вам скажу, какой год точно. Год переиздания. 14-й год. Делалось в Китае. Модель выполнена из натуральной замши. Где-то написано, что это велюр. Здесь замша. По моим ощущениям. То есть, вот это замша здесь идет. И вот здесь тоже замша. Вставки резины. То есть, вот резина. Резина здесь тоже. Это замша. Здесь тоже замша. Здесь такая вот перфорированная сетка. Из полиэстера. Двухслойная. Плотная сетка. По диапазону температур получается от плюс 5 до плюс 20. Как, например, Adidas ZX серия 750 и 700 или Reebok GL 6000. Тот же диапазон температур на нейтральную пронацию стопы. Модель. Это отличается, ну, улучшенной, можно так сказать, системой амортизационной. За счет этого больше комфорт. Как бы классический их особый язык не поворачивается назвать. Потому что, я говорю, они более удобные. Допустим, если взять те же самые ZX, то эти кроссовки будут намного удобнее. Все прошито по всему периметру и проклеено, что немаловажно. Натуральный материал. Изгиб вот здесь будет, да, но вот здесь вот никогда не лопнет. Модель. Сразу же скажу, ну, как обычно, Adidas Reebok, не когда красит замшу или велюр, или что-то в этом роде подобные материалы, не использует специальную химобработку. И получается, если вы стираете часто, у вас этот материал быстро выцветит. Так что здесь лучше советую изначально использовать чисто сухую чистку щеткой специальной. И как можно меньше мочить и использовать водоотталкивающую пропитку, чтобы максимально долго сохранить ваш цвет, так как вы такой цвет не найдете, не подберете. Был бы черный, другое дело. Но здесь вот такой вот цвет будет проблематично прокрасить. Шнурки, как я сказал, две пары прямоугольные, с перфорацией мягкие, развязываться 100% не будут. Так вот здесь, что мне нравится, все прошито вот так вот, все логотипы, все названия, надписи, все прошивается. Здесь на язычке язычок плотный, очень плотный и очень мягкий, комфортный такой язычок. Здесь вот так вот петли сделаны и здесь идет петелька на язычке, чтобы язычок не сползал. Здесь опять же все прошито, нитками очень дорого смотрится. Система Gexolite, написана технология. Промежуточная подошва, мягкий этилвинилацетат, очень комфортная такая промежуточная подошва, очень мягкая, хорошая амортизационная подошва. Тут слов как бы много и не надо, тут понятно. Износостойкий протектор, система Gexolite идет. Протектор чисто под асфальт. Модель вообще можно ходить, можно пробежаться без проблем. Кому нравятся такие ретро-кроссовки, для бега вам в принципе пойдут. Но больше всего, конечно, для ходьбы. Здесь вот в пяточной области система Gexolite, вот в виде сот, то есть это полиуретановые вставки там специально, там воздух идет. Получается, то есть амортизационная система в пятке и в носочной части вот здесь вот. То есть это система Gexolite. Так вот все выглядит, все довольно-таки интересно сделано. Вообще, такое я нечасто видел на самом деле. Так, пяточная область периметра рахила, плотные вставки текстиля. Ну, как вы видите, все очень плотно, все очень комфортно. Модель здесь нигде не трет, не жмет. Все очень хорошо сделано. На внешний вид, ну, на мой взгляд, конечно, на мой вкус, очень-очень хорошо смотрятся. И на ноге довольно-таки шикарно смотрятся. Стелька, вот что-что приклеена, как и у всех классических моделей, большинство. Сейчас посмотрим по стельке, если там вам будет видно. Конечно, с трудом будет видно. Там идет мягкий текстильный подклад. Он прошит, это, конечно, лучше, чем, допустим, просто прессованный картон. Ну, и стелька, пенный материал, довольно-таки плотная стелька. Уж поверьте на слово, так как вам, я думаю, не особо там видно будет. Плотная стелька, хорошая амортизационная стелька. Грубо говоря, этилвинилацетат. Без всяких там нахлестов, без всяких супинаторов. Чисто прямая стелька, хорошая амортизационная. Такая вот модель, по весу довольно-таки весомая. Ну, конечно, натуральные материалы. Промежуточная подошва, очень плотная. Ну, и все как бы на нитках, все прошито, все проклеено по всему периметру. Это немаловажно. Максимально долго сохраняются эти модели в пользовании. В принципе, вот такой вот обзор. Модель из 90-х, с переизданием, от 2014 года. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.